Я разбил эту тарелку Всем привет! Мы в СКМ пристреливаем лук перед предстоящей охотой Сегодня наша задача выбрать наконечники Выбор наконечников зависит от того, на что вы собираетесь охотиться В основном есть два типа наконечников Раскрывашки и фиксированные Мы планируем охотиться на кабана Я боюсь, что с раскрывашкой это будет не очень хорошая затея Потому что нам может попасться маленький кабанчик Килограмм на 30-40 И вероятность того, что он откроется, достаточно небольшая Поэтому я предпочитаю взять фиксированный наконечник Попробуем для начала мантек Вот у нас здесь есть вот такой мантек, которым мы уже пользовались И он нам пойдет для пристрелки Мы предварительно пристреляли стрелы со спортивными наконечниками Добились скучности Сейчас наша задача совместить ведущее перо и режущие кромки наконечников Для этого возьмем маркер На улице холодно, интересно он будет написать или нет Ну попробуем Так, в связи с этим, что очень холодно, будем греть наконечник Обычно мы греем спортивный наконечник И отмечаем, как куда-то, что нам нужно поставить Сеня, береги руку Все равно этот наконечник не жилец Все Горячь Так, теперь посмотрим, как у нас ведет себя Наша охотничья стрела Ну, биение не наблюдается Наконечник получается четко по центру Вот, немножко подождем, чтобы остыл И пойдем попробуем на мишени, что у нас получится Мы пристреляли спортивные наконечники Потом попробовали подстрелять охотничьим наконечникам Сейчас мы добились того, что у нас стрелы с охотничьими наконечниками приходят в группу И это самое главное Попробуем провести контрольную пристрелку Предположим, что область желтого – это убойная зона животного Так, а мы собираемся на охоту с подхода То я предполагаю, что нам повезет, если мы сможем подойти на 30 метров Это такая самая оптимальная дистанция Ближе 30 метров с подхода подойти будет очень тяжело Поэтому мы сейчас пристрелялись на 30 метров И начнем от 30 до 50 Далее 50 метров я не вижу смысла стрелять Потому что, ну, во-первых, сложно попасть с охотничьим наконечником Во-вторых, это мы здесь с вами находимся Ровная площадка Нет ни деревьев, ни кустарника, ничего Для того, чтобы нам подойти к зверю Нам нужно будет использовать естественное укрытие Здесь очень важно будет рассчитать траекторию Таким образом, чтобы стрела во время полета Она идет по дуге Чтобы она никак не зацепила ни дерево, ни кустарник, ни листочек Это по той практике, по своему опыту Было много раз такие ситуации, когда стрела отклонялась от траектории Встретившись с каким-нибудь препятствием Дистанция 30 метров Попробуем произвести первый выстрел стрелой с охотничьим наконечником Что мне нравится в этой новой подставке Мэтьюс Это то, что она крепится к карману Абсолютно не мешает стрельбе И можно не заморачиваться и не снимать ее Очень удобно Продолжение следует... Так, габарит желтого получился Нужно еще выводить поправку Ну вот, путем нескольких поправок мы добились попадания в центр машины Может подальше попробовать, мало ли Нет, сейчас мы дальше Пойдем, пойдем сейчас на полтинник Сколько? 50 метров, все четко Сейчас у нас настроен прицел на 30 метров Поэтому если будут какие-то расхождения по вертикали То будем двигать уже пин До этого мы двигали головку прицела целиком В сборе Удивительно, но двигать ничего не надо Пристрельные стрелы со спортивными наконечками совпали с охотничьими И это на 50 метров Да, это на 50 метров Можем пройти, посмотреть попадание Давай лучше пройдем вон к той вышке И сделаем зачетный выстрел Сверху вниз Да, конечно Витя, а мы тут не одни Нет, на этих мы охотиться не будем А их тут много, смотри Или один хорошо потопкался Сейчас мы проверим, как у нас получится стрелять с вышки Потому что, мало ли, если совсем уж не повезет Попробуем, когда с три стенда Ну, высота приблизительно здесь метра 3-4 Отсюда не видно, а он не хрюкает Ну да Но если посмотреть бинокль, получается, ну, глобально центр мишени Ну, туда я целился Может быть, надо было повесить какое-нибудь пятно Для того, чтобы показать, что мы попадаем туда, куда целимся Сегодня мы пристреляли охотничьи наконечники Оказалось, что не все так страшно Не слишком далеко они отлетают от спортивных По ходу пристрелки пришлось вводить кое-какие корректировки Вот, интересная картина получилась Если вот посмотреть вот так на расположение пинов То разница, верхний пин, это у меня 20 метров Второй 30, третий 40 и четвертый 50 метров То есть все промежуточные можно брать между двумя пинами Это будет 35-45 Такой для себя интересный вывод я сделал, что Пристреливаться перед охотой нужно в той одежде и в том, в чем ты собираешься охотиться А самое главное, это для меня был сюрприз, это перчатка В какой-то момент стрелы стали разлетаться И я не мог понять, почему я не могу четко попасть в центр мишени Думаю, что нужно будет попробовать стрелять уже с подвесным релизом Потому что Т-образный релиз, он дает свои кое-какие нюансы Окончательно выбор остановился на наконечнике Монтек Монтек 100 грант Показал хороший результат 30 и 50 метров, пришли в центр мишени После внесения корректировок вполне достойный результат для такой дистанции К охоте мы готовы До скорых встреч Оставайтесь с нами, подписывайтесь Ждем ваши комментарии